Йога Вы можете отдыхать Хатха-йога Или выполнение асан статических Это фактически медитация на тело Но через тело мы также работаем Жизненной силой С энергией жизни И сейчас мы будем работать с вами Со вторым энергоцентром Или с ватхи-страной чакры Еще эта чакра соответствует Стихии воды И отвечает за область таза Гармоничная с ватхи-страной чакры Это подвижный таз Это здоровая сексуальность Умение проживать и выражать свои эмоции Давайте начнем И начнем мы с небольшим эвитациям Для этого мы садимся со скрещенными ногами Выпрямляем спину Располагаем ладони на коленях Раскрываем грудь И закрываем глаза Дышим спокойно через нос Сосредоточьте свое внимание на дыхании Теперь перенесите внимание на ощущения в теле Почувствуйте свое тело Осознайте его Если вы чувствуете где-то напряжение Постарайтесь его отпустить С выдохом Услабляйте свое тело Отпускайте напряжение Сосредоточьтесь на области позвоночника Почувствуйте эту зону От колчика до макушки Осознайте позвоночник Как внутренний стержень Как ось Основу вашего тела И немного подтянитесь вслед за макушкой Создайте легкое приятное натяжение Вдоль позвоночника При этом все тело остается расслабленным Хорошо Делаем вдох И с выдохом Открываем глаза Сделаем небольшую разминку Для этого мы располагаем правую ладонь Возле себя Левую руку мы вытягиваем над ухом Если получается Мы наклоняемся вниз Опираясь локтем От коврик Вытягиваем руку Вот и немного сбег Почувствуйте, как натягивается Боковая поверхность Тело Затем меняем положение тела На противоположное Теперь правая рука Вытягивается над ухом И вновь меняем положение тела Делаем все мягко Плавно Как будто перетекая Из одного положения В другое Инфернизируйте движения С дыханием Вытягиваясь Наклоняясь Делаем выдох У меня положение тела Делаем вдох Завершаем Прекрасно Теперь мы Одну ногу Переносим назад Вторую стопу Мы оставляем перед собой Сядьте удобно Чтобы вам было комфортно Мы опираемся на руку Возле себя Левую руку мы тянем вверх Приподнимая таз Мы как бы его выталкиваем Максимально вытягиваясь вверх Затем садимся Меняем опорную руку Вытягиваем таз Руку И опускаем таз Со вдохом Вытягиваемся вверх С выдохом Опускаем таз И снова выдох Выдох Почувствуйте Как натягиваются Внутренние поверхности бедер Ноковая поверхность Замечательно Завершаем Теперь меняем положение ног Левая впереди Правая сзади Сядьте удобно Опираемся левой рукой Поднимаем таз Со вдохом Вытягиваемся Выдох Меняем положение рук Вдох Выдох Почувствуйте Тазобедренные суставы Наблюдайте Те ощущения Которые у вас возникают Делаем все В своем ритме Сосредотачиваясь На ощущениях И еще раз Делаем вдох И выдох Замечательно Прекрасно Теперь мы вытягиваем Ноги вперед Правую ногу Сгибаем в колени Разворачиваем Бедро Захватываем Свою стопу руками Представьте Что перед вами Такая воображаемая Окружность И по этой окружности Вам надо вращать Своей ногой Мы вращаем Снизу Вверх На себя Почувствуйте Как включается Тазобедренный сустав Понаблюдайте Какие ощущения Возникают Старайтесь Не сутулиться Максимально Выпрямляйте спинку Вытягивайте Вслед за макушкой Постепенно Добавляйте Усилия Увеличивая Диаметр Те окружности Каждый раз Отводя Бедро Как можно дальше Делайте все Очень постепенно И мягко Не торопитесь Хорошо Теперь мы Захватываем Свою голень Если получается То стопой Мы касаемся Внутренней поверхности Руки Локтевого сгиба И делаем Движение Стороны в сторону Наблюдайте За ощущениями В тазобедренными Суставами Прекрасно Давайте Поменяем Ногу Делаем Вращение Постепенно Увеличивайте Радиус Диаметр Окружности Почувствуйте Как разогреваются Тазобедренные Суставы Ощутите Движение Продолжите Дышать Гармоничное Дыхание Способствует Практике Йоги Помните Что Дыхание Это то Что наполняет Вашу практику Жизненной силой Замечательно Захватываем Колень И покачиваем Из стороны В сторону И красно Теперь мы Соединяем Стопы Подошвы Стоп Касаются Друг друга Ближе К тазу Подтягиваем И делаем Такие перекаты Мы смещаем Вес Таза На стопы Стараясь Оторвать Таз От коврика Делаем Так Несколько Раз Прекрасно Расположите Руки Позади Себя И Сделайте Покачивание Движение Очень мягкое Спокойное Оно Необходимо Для того Чтобы Расслабить Связки Мышцы Не делайте Резких Движений Максимально Расслабьте Живот Постарайтесь Вытянуть Спину Не Супуйтесь Замечательно Теперь Мы делаем Наклоны Вперед Немного Отталкиваясь Своими Ладонями От пола Управляйте Корпус Вперед Мы Животом Тянемся К стопам Таким образом У нас Возникает Движение В тазобедренных Суставах Большое Прокручивание Почувствуйте Это Ощущение Хорошо Мы Теперь Вытягиваем Руки Вперед Тянемся Вслед За Руками Прекрасно Отлично Постарайтесь Еще Немного Вытянуть Спину Раскройте Плечи Если Получается Немного Ниже Положите Стопы Раскройте Стопы Подтяните Колени К полу Отлично Вытягиваем Ноги И Стряхиваем Хорошо Аккуратно Встаем Расставляем Стопы Широко Правую Стопу Разворачиваем На 90 Градусов Нарушу Таз Разверните Прямо Подтяните Таз Если у вас Появляется Прогиб Поясницы Чуть Подтянитесь След за Макушкой Вытяните Свод Позвоночник Руки В стороны Не зажимайте Шею В плечи Расслабьте Плечевой Пояс Опустите Плечики И вытяните Руки В стороны Затем Мы начинаем Тянуться Вправо Вслед за Правой Рукой Смещаем Корпус И затем Делаем Наклон Мы правой Ладонью Касаемся Правой Ноги Левая Рука Вытянута Вверх Мы смотрим На вытянутую Вверх Левую Ладоню Почувствуйте Свой Таз Найдите положение В котором Вам будет Более-менее Комфортно Находиться Если будет Уставать шея Просто Периодически Опускайте Голову Вниз Расслабляя Шею Если Хотите Углубить Основ Начинайте Скользить Рукой По бедру Вниз По голени Углубляя Наклон Важно Чтобы во время Наклона Вы не заносили Корпус Вперед Наклоняйтесь Четко Через сторону Пусть наклон Будет не таким Глубоким Но он будет Сделан Через сторону Отлично Мы приподнимаемся Выходим Из позы Теперь Заднюю стопу Левую Мы заворачиваем Внутрь Разворачиваем Таз Поставьте стопы Так Чтобы вам Было комфортно Чтобы поза Была устойчивой Мы разводим Руки В стороны Вытягиваем И делаем Наклон Вперед Корпус Параллелен Полу Ноги Прямые В коленях Тянемся Вслед за Макушкой Обязательно Добавляем Легкое Натяжение В позвоночнике Вдох Выдох Дышим Спокойно Теперь Постарайтесь Оторвать Носок Правой Стопы Опираясь На пятку Зафиксируйтесь На несколько Секунд Сами Тщательно Ставим Стопу На пол И уходим Глубже В наклон Мы можем Коснуться Своей голени Либо Коснуться Пола Если у вас Получается Постарайтесь Расслабиться Уйти Глубже В наклон При этом Ноги Оставляем Прямыми Если хотите Немного Усложнить Можно сделать Намаз За спиной Это еще Добавит Раскрытие В грудном отделе Соединяем Ладони Раскрывая Локти Дышим Дох Выдох Прекрасно Разворачиваемся И меняем Положение Стопы Теперь Левую ногу Разворачиваем 90 градусов Выпрямляем Таз Вытягиваем Руки Расслабляем Плечевой пояс И теперь Тянемся Вслед За левой Рукой В сторону Делаем Наклон По возможности По ощущениям Мы уходим Глубже В наклон Скользим Рукой По ноге Следите За тем Чтобы корпус Оставался В горизонтальной Плоскости Не Заносить его Вперед Замечательно Аккуратно Мы выходим Из позы Заворачиваем Стопу В задний Внутрь Разворачиваем Таз Найдите Удобное Положение Руки В стороны Вытягиваем И делаем Наклон Спина Прямая Руки Тянутся В стороны Тянемся Также Вслед За макушкой Сделайте Несколько Вдоха Выдоха В этом Положении Отрываем Носок От Пола Прекрасно Ставим Стопу На коврик И уходим Наклон Наклон Настолько Насколько У вас Получается Следите За тем Чтобы Ноги Были Примены В коленях Если Хочется Добавить Усилия Делаем Намасты За спиной Соединяем Ладони Разводим Локти В стороны Прекрасно Аккуратно Разъединяем Руки Мягко Приподнимаемся Разворачиваем Стопы Ставим Стопы Пошире Стопы Параллельно Друг Друг Расположены Мы Поднимаем Руки Вверх Вдох Тянемся Вслед за Руками Вытягиваем Позвоночник Делаем Наклон Вперед Корпус Параллельно Пола Продолжаем Вытягиваться Почувствуйте Как вес Распределяется Подлиннее Стопы И между Стопами Сбалансируйте Вес Так Чтобы он Распределялся Равномерно Затем Мы правую Руку Опускаем Вниз Касаемся Пола Приблизительно На Равно Удаленном Расстоянии От стоп Левую Ладонь Мы Поднимаем Руку Вытягиваем Делаем Скручивание Разворачиваем Левое Плечо Вверх Смотрим На Вытянутую Вверх Руку Продолжаем Немного Вытягиваться Вслед за Макушкой Если Получается Вы Можете Углубить Скручивание Смещая Ладонь Ближе К левой Стопе Затем Опускаем Руку Вниз Меняем Положение Рук То же самое Делаем В другую Сторон Углубляем Скручивание Если Получается Отлично И теперь Уходим Глубокий Наклон Вы Можете Дополнительно Развернуть Стопы Так Чтобы Носки Смотрели Внутрь Пятки Наружу Этого Раскроют Дополнительно Тазобедренные Кости И углубит Ваш Наклон Мы Максимально Наклоняемся Вниз Ноги Прямые В коленях Вы можете Коснуться Пола Перед собой Либо Захватить Свои Лодыжки Также Можно Сделать Замок За спиной Мы Захватываем Одной Рукой Запястье Другой Руки И Отводим Руки В голове Прекрасно Разъединяем Замок Рук И Очень Мягко Мы Приподнимаемся Выходим Из позы Разворачиваем Стопы Параллельно Другу Удобное Положение Тела Ладони Рук Мы Переносим На Крестец Пальцы Смотрят Вниз Из этого Положения Мы Делаем Прогиб Причем Прогиб Не Поясничный То есть Мы Не Изгибаемся В пояснице Нам Нужно Вытолкнуть Таз Вперед Как Если Мы Хотели Его Развернуть Итак Мы Начинаем Потихонечку Толкать Таз Вперед Вытягиваясь От Поясницы Вдоль Позвоночника При этом Локти Постарайтесь Максимально Соединить Под Варбок Прижимаем Груди Доходим До Положения Когда Вы Чувствуете Ощутимое Натяжение Важно Чтобы Это Не Вызывало Напряжение Какого-то Изнурения Йога Это Гармония И Мы Делаем Все Гармонично Несколько Вдохов Выдохов В этом Положении И Затем Выпрямляемся Тоже Аккуратно Выходим Из этого Положения Делаем Вдох И Вдох Расслабились Немного Стрихните Ноги Это Сбросит Лишнее Напряжение Замечательно Мы Ложимся На спину Ложимся Сгибаем Ноги В коленях И Разводим Колени В стороны Соединяя Стопы Подошвы Стоп Касаются Друг Другу Подтяните Стопы Ближе К Тазу Лягте Так Чтобы Ваша Поясница Плотно Соприкасалась С ковриком Руки Мы Вытягиваем За голову Растягиваем Все Своё Тело И Теперь Просто Позвольте Своим Ногам Раскрываться Отпустите Лишнее Напряжение Позвольте Своему Телу Быть более текучим Мягким Плавным Лишите Спокойно Через нос Можно Прикрыть Глаза Это поможет Глубже Погрузиться В ощущения Мы Сделаем Несколько Вдохов Выдохов Животом Это Брюшное Дыхание Или Диафрагмальное Для этого Мы делаем Вдох Через нос И Направляем Воздух В живот Живот Округляется С выдохом Живот Уменьшается Снова Вдох Округляем Живот И Выдох Расслабляем Живот Максимально Делайте Так Еще Несколько Раз Дышное Дыхание Очень Хорошо Расслабляет Напряжение Внизу Живота Дыхание Расслабляем И еще раз делаем вдох и выдох. Полностью расслабляемся. Вытягиваем ноги. Потянитесь хорошенько. Руки в одну сторону тянутся. Ноги в другую. Растяните область позвоночника. Поставьте стопы на шею. Коврика. И заверните стопы внутрь. Разворачивая тазобедренные суставы. Затем наоборот раскройте стопы наружу. И опять заверните их внутрь. Сделайте так несколько раз. Понаблюдайте ощущения в области тазобедренных суставов. Стопы на коврик ближе к тазу. Стопы приблизительно на ширине таза находятся. Мы руки переносим, кладем вдоль тела. Приподнимаем таз. Опираемся на область лопаток. Соедините руки за спиной в замок. Можно еще слегка дополнительно развернуть плечевые суставы, так чтобы у вас образовалась удобная опора в области лопаток. Не должно быть напряжения в шее. Шея расслаблена, лицо тоже. Не разводите колени широко. Держите их параллельно друг к другу. Толкаясь стопами от пола, мы поднимаем таз выше. Усилия добавляем настолько, насколько для вас это гармонично. Ориентируйтесь на свои внутренние ощущения. Делайте с усердием, но без насилия над собой. Это важно. Продолжайте дышать. Расслабьте живот, лицо, шею. Почувствуйте, как область таза. Наливайте с ощущением тепла. Почувствуйте сильные бедра. Просто позвольте этому ощущению быть. Наблюдайте его. И отпускайте лишнее напряжение с выдохом. Теперь поставьте стопы максимально близко друг к другу. Соедините колени по возможности. И поднимите левую ногу вверх. Если получается выпрямить ее в колени, подтяните стопу на себя. Продолжайте толкать таз вверх. Теперь мы делаем такое круговое вращение ногой. Раскрываем ногу горизонтально. И удержите немного. Зафиксируйте на несколько секунд. Затем мы ставим стопу на место. Прекрасно. Вторую ногу поднимаем. Вытягиваем ее, насколько возможно. Стопу тянем на себя. Продолжаем толкать таз вверх. Раскрываем ногу. Переносим горизонтальную плоскость. Фиксируем на несколько секунд. И возвращаем на место. Замечательно. Теперь мы приподнимаем пятки. Упираясь на носки. Еще сильнее подтягиваем таз. Постарайтесь максимально соединить колени. Сильные бедра. Чуть подсожмите мышцы ягодиц. Расслабьте живот. Дышите. Вдох. Выдох. Может быть ощущение тремора. Жара. Просто принимайте эти ощущения. Позволяйте энергию наполнять ваш таз. Еще несколько вдохов-выдохов. Теперь мы сгибаем руки в локтях. И подкладываем ладони под поясницу. Постарайтесь приподнять одну, а затем вторую ногу. Найдите удобную опору в области локтей. Важно, чтобы был прогиб в пояснице. Дышите спокойно. Дышите спокойно. Постарайтесь удержать эту асану. Это випарита карани мудра. Одна из самых полезных асан. Она полностью омолаживает тело. Обновляет его. Если получается, отведите ноги еще чуть-чуть дальше от головы. Замечательно. Аккуратно согните ногу в колени, поставьте на пол. Затем вторую. И опустите спину на коврик. Подтяните колени к груди. Скрестите лодыжки между собой. Захватите свои стопы. Подтяните их к тазу. И сделайте несколько перекатов из стороны в сторону. Расслабляя область поясницы. Прекрасно. Мы аккуратно выпрямляемся. Стопы на ширине таза. Руки отводим от корпуса. Ладони смотрят вверх. Голова лежит на затылке. Закрываем глаза. Это шавасана, поза глубокого расслабления. В этот момент, та энергия, которую мы возбудили во время практики, начинает мягко проникать в наше тело. Наполняет его полностью, распределяется по всему телу. И в этот момент важно максимально расслабиться и позволить этому происходить. Сделайте хороший глубокий вдох через нос. Паузу после вдоха. Затем медленный, спокойный выдох. С этим выдохом отпустите все напряжение. Позвольте себе расслабиться. Продолжайте спокойно дышать через нос. С каждым выдохом расслабляйтесь еще глубже. Поехали садимся. ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 В шавасане следует находиться от 5 до 10 минут, пока вы не почувствуете глубокое расслабление. Выходить из нее лучше мягко, постепенно, без рывков и резких движений. Сначала почувствуйте свое тело, ощутите его, пошевелите пальцами рук, ног. Затем аккуратно перенесите руки за голову со вдохом и тянитесь. Если приятно, позевайте. Зевота, это высвобождение напряжения. Затем согните ноги в коленях, положите их в одну сторону, затем переложите в другую. Аккуратно поворачиваемся на бок и садимся. Сядьте удобно, закройте глаза. И еще раз сосредоточьтесь на ощущениях. Что изменилось после практики? Какие новые ощущения возникли? Какие состояния появились? Сознатите трансформации. Делаем вдох. И с выдохом открываем глаза. Вытягиваем ноги и начинаем растирать их. Представьте, как будто вы что-то втираете в свои ноги. Затем поднимаемся выше. Бедра, таз, живот, кровь. Руки. Шея. Массируем пальцами кожи головы. Растираем уши. Делаем вдох. Вскрываем грудь. Вскрещиваем руки перед собой, перед грудью. И делаем несколько вращений головой. Меняем положение рук. Делаем несколько вращений в другую сторону. Прекрасно. Кладем руки на колени. На этом мы завершаем. Благодарю. До новых встреч. Дабота до новых встреч. Третья. До новых встреч. Пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok